Здравствуйте друзья! В этом видео я расскажу про бюджетный вариант ZigBee роутера с питанием по USB. Напомню, что в ZigBee сети по функциям устройства делятся на три типа. Координатор – это центральный узел, в одной сети он может быть только один. Он является связующим узлом между ZigBee устройствами и системой управления. К ним относятся различные шлюзы, USB или LAN версии стиков и т.д. Роутеры или ретрансляторы – обычно это устройства с стационарным питанием. Они могут передавать данные между узлами сети и являются точками подключения. Тем самым обеспечивается ячеистая топология и расширяется как зона покрытия, так и емкость сети. Конечное устройство – это датчики и сенсоры на батарейках, выключатели и реле без нулевой линии. Они передают и получают только свои данные и большую часть времени находятся в режиме сна. Основной вопрос – зачем нужно покупать отдельный ZigBee роутер, если их и так много? Первая причина – стабильность сети. В случае пропадания электрики, роутеры с стационарным питанием, такие как розетки, лампочки, выключатели с нулем, реле, отключаются. Конечное устройство, предприняв несколько попыток подключиться к ним, уходит в состояние глубокого сна, вывести из которого можно только вручную. А роутер с USB легко зарезервировать при помощи бюджетного бесперебойника постоянного тока, ссылки на обзоры таких вы найдете в описании под видео. Вторая причина – не все роутеры одинаково полезны, некоторые имеют весьма ограниченные возможности как расширители сети. Тестирование некоторых из них вы также можете посмотреть по ссылке в описании. А специализированные роутеры изначально предназначены именно для такой функции, и такой тест я тоже проведу в этом видео. Перед тем как мы начнем, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей, интересующихся темой умного дома, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Поставляется устройство в антистатическом пакете без коробки. На наклейке указано, что это ZigBee расширитель, указана дата производства, в моем случае 10 мая 2023 года. В комплекте только роутер и все. Внешне он очень напоминает ZigBee USB Stick ZBGV04 на EFR32MG21, который выполняет роль координатора. Кому интересно, ссылку на его обзор вы также найдете в описании. Что касается параметров, то согласно описанию, он работает на дальности 15-20 метров. Причем, такое расстояние может быть как между ним и координатором, так и до подключенного к нему устройства. Таким образом и достигается расширение зоны покрытия сети. Еще один момент касается включения режима сопряжения. Он работает по умолчанию и активируется после удаления роутера из сети. Либо 5-кратным включением-выключением по питанию, либо удерживанием кнопки конфиг. Устройство собрано в формате USB ZigBee стиков, которым по сути и является только выполнять роль не координатора роутера. Антенна, как и упоминаемого мной стика ZBGV04, внутренняя. Обратная сторона. Сквозь прозрачный пластик корпуса видно, что производителю хватило фронтальной стороны для размещения всех элементов. Здесь использован старый добрый модуль CC2530. На нем, кстати, строили первые версии альтернативных ZigBee координаторов. Но для этих целей он откровенно слабоват, а вот как роутер очень даже ничего. Кстати, этот модуль продолжает широко использоваться в различного рода DIY ZigBee гаджетах, многие из которых побывали и у меня на тестировании, обзоры можно найти на моем канале. Для сравнения, рядом станов ZB Dongle E на базе EFR32MG21, который в зависимости от прошивки может быть ZigBee роутером, координатором и или граничным маршрутизатором Trit. В режиме сопряжения на роутере мигает красный светодиод. Также тут можно оценить энергопотребление менее 0,2 Вт. Логический тест начнем с штатной системы управления TUI E-Smart. Для подключения нам нужен шлюз, так как это все-таки ZigBee устройство. Важный момент, если шлюза в системе несколько, а такое возможно, то они управляют разными сетями и, соответственно, роутер будет работать только в той, к шлюзу который подключен. Роутер определился нормально, но отобразился как розетка. Судя по всему, прошивку переделывать не стали. Взяли существующую от розетки, в аппаратной части выкинули собственно реле и преобразователь питания от 220 Вольт, все остальное оставили как есть. Плагин подтверждение моей догадки и забегая вперед скажу, что она полностью подтвердилась. Система думает, что это розетка и даже умеет включаться и выключаться. Кстати, для TUI E-Smart есть и специальная прошивка для роутеров, я ее показывал в обзоре подобного устройства от LoraTab, ссылку вы найдете в описании. Так как реле тут нет, то логический переключатель управляет вторым диодом, он зеленого цвета. Другого какого-то эффекта нет, все работает вне зависимости от состояния диода. В настройках устройства указана совместимость с Amazon Alexa и Google Home, но это, как вы понимаете, относится к розетке, а не роутеру. Ему поддержка в этих системах не нужна. Версия прошивки первая, обновлений нет. Для автоматизации тут есть триггеры и действия, связанные с включением и выключением несуществующего реле. Смысла они, как вы понимаете, не несут. Попробую, будет ли тут какой-то видимый эффект при подключении какого-то количества устройств. Для этого собрал у себя немного всяких незадействованных пока датчиков. Это различные типы датчиков открытия, протечки, еще попался один датчик температуры и влажности. Процесс подключения стандартный, через плагин шлюза, тут все без изменений. Все проверяемые датчики подключились нормально, ведут себя как ожидается, реагируют на замыкание контактов, приближение магнита, изменение температуры и влажности. Для этого теста я использовал всего четыре датчика, два открытия и по одному температура и влажности и протечки. Какого-то видимого эффекта, подтверждающего то, что они подключены через роутер, нет. Все выглядит как обычно. В этом случае придется просто надеяться на то, что роутер будет забирать на себя часть нагрузки шлюза. Теперь перейдем к Home Assistant и проверим совместимость интеграции с ZHA. Тут в качестве координатора используется USB ZigBee Stick Xanoff Zabodongle. Роутер определился и самые внимательные зрители по номеру модели уже наверняка догадались, какое устройство послужило для него прототипом. А если не догадались, то очень скоро я раскрою секрет. Вот так он выглядит в системе. Тип устройства, как видно слева, роутер, как и ожидалось. При этом у него есть и дополнительные сущности. Это объект Switch, который работает и управляет зеленым светодиодом. Еще раз повторю, на работу роутера это влияние не оказывает, он выполняет свои функции вне зависимости от того светит диод или нет. Кнопка идентификации. При ее нажатии диод на роутере несколько раз мигает. Это позволяет найти нужное устройство среди нескольких одинаковых. Для эксперимента я подключил сюда 5 датчиков. Те, что проверял в Туя и еще один датчик протечки. Если кто не знал, их можно подключать одновременно все. Но тут, к сожалению, тоже нельзя принудительно подключать устройство к выбранному роутеру. Поэтому, какое устройство куда будет привязываться, остается на его совести. В ZHA, как и в Туя Smart, можно констатировать только штатную поддержку. Хорошо, что существует ZigBit UMQTT, в котором можно провести наглядный нагрузочный тест. Актуальная версия на момент тестирования 1.32.1. После ZHA, я ни на секунду не сомневался, что штатная поддержка есть и конвертер писать не нужно. Так оно и случилось. Тут роутер отобразился в виде настенного выключателя, что для меня уже не было сюрпризом. И вот почему. Этот скриншот из моей рабочей системы, и с ее точки зрения это тоже самое Evalink ZBS V01. Но функционально, это ZigBit реле с сухими контактами. Так сказать, оригинал, из которого потом сделали роутер. Вот это реле вживую. Обзор его также есть у меня на канале, и ссылку вы найдете в описании. Кстати, его тоже можно питать по USB от 5 вольт, то есть точно так же резервировать по питанию. И при этом у него есть релейный выход. С точки зрения системы, и реле, и роутер это одно и то же устройство. Однако, кроме упомянутого мной релейного выхода, тут не видится еще одно отличие. Хотя оба устройства построены на чипе CC2530, насколько я понимаю, у героя обзора есть еще усилитель. Я говорю об этом модуле, который есть на роутере и которого нет в реле. Маркировку прочитать на нем сложно, я думаю, что это что-то вроде CC2590. Кто знает точно, напишите в комментариях. Если это действительно так, что было бы логично, то герой обзора как роутер, более мощный, чем его исходная версия реле. На странице экспозиции тут также имеется один переключатель, управляющий зеленым светодиодом. Как я и сказал, ZigBee 2MQTT позволяет указывать, на какой конкретно роутер подключать устройство. Кнопка разрешить подключение, по умолчанию, стоит в режиме свободного выбора. Справа от нее есть выпадающее меню, которое выводит список, где можно выбрать, к чему конкретно подключаться. И тут я выбираю героя обзора. Сразу скажу, этот режим гарантирует, что вы подключите устройство к выбранному роутеру, но не гарантирует, что оно останется там навсегда. Сеть самоорганизующаяся и связи могут быть перестроены. Однако, этот режим очень помогает в тех случаях, когда, скажем, какой-то датчик, слишком далеко от координатора. Тогда принудительное указание ближайшего роутера, даст возможность ему подключиться в принципе. В данном случае я использую этот режим, чтобы провести нагрузочный тест роутера. Так как бывают и такие варианты, что после подключения 5-6 устройств, роутер далее отказывается принимать новые узлы. Вот карта сети и первые 5 датчиков, которые я использовал при тестировании в Tuya и ZHA. Полет нормальный, продолжаем подключение. Далее я использовал не только устройства экосистемы Tuya Smart, но и гаджеты Xiaomi и Akara. Это ответ на вопрос, роутер работает только с Tuya или нет. Роутеру все равно, он транслирует данные в ZigBee сети. Еще один промежуточный этап 11 устройств. На самом деле для 99% случаев этого вполне достаточно, так как устройства подключаются на разные роутеры и редко, когда на одном скапливается более десятка хостов. Но для тех случаев, когда отключается электрика, емкость это важный показатель, поэтому продолжим далее. Заодно проверим по уровню качества сигнала. Это логический диммер Moes, который сейчас подключен к координатору USB-стик Усанов Забодонгл-П, который находится в этой же комнате. При подключении на роутер, этот показатель более чем в два раза выше. Не то чтобы диммер стал после этого лучше работать, но достаточно для понимания того факта, что установив роутеры по разным комнатам, можно добиться более устойчивого и качественного соединения. Вот устройство, которое я подключил в ходе теста к роутеру. Не хватает еще одного, розетки, которая сама является роутером, она включена в сеть. Теоретически я мог бы еще освободить часть устройств и подключить к роутеру, но практически особого смысла в этом не вижу. В данном случае на нем находится 18 устройств. И даже, когда будет отключена электрика и других роутеров не останется, этого вполне достаточно для поддержания работоспособности сети в одной-двух комнатах даже при довольно высоком насыщении датчиками. Из этого и рассчитывайте, сколько вам их будет нужно. У себя я ставлю по одному подобному роутеру с гарантированным питанием на комнату. Чисто формально проверим работоспособность роутера с SLS-шлюзом, хотя и без этого я могу сказать, что он тут поддерживается. Версия прошивки от 9 мая 2023 года. Как и в предыдущих случаях, шлюз считает, что это релиз с сухим контактом или настенный выключатель от EVELINK. Тут используется отдельный 259-й конвертер с соответствующей картинкой, на которую теперь можно дорисовать и героя обзора. На странице состояния управления зеленым светодиодом, все как и ожидалось. Герой обзора недорогой, но достаточно мощный ZigBee роутер, способный увеличить емкости покрытия сети за счет подключения к себе довольно большого числа устройств. Как я и сказал, в нормальных условиях узлы сети сами решают к чему им лучше подключаться, сеть живет своей жизнью, время от времени меняя маршруты. Однако, в случае сбоев электрики, наличие работающих роутеров обеспечивает нормальное функционирование устройств с автономным питанием, которое не придется потом будить вручную. А организовать бесперебойное питание для 5 вольт намного дешевле и проще, чем для 220. Поэтому, если у вас бывают отключения электрики, есть смысл создать такой аварийный периметр из автономно работающих роутеров. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании я оставлю ссылки на магазины, где можно заказать такой роутер. Там же вы найдете и ссылки на обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме. Мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok